43U710KB это телевизор киви линейки 2020 года на канале технозон да в принципе вся линейка обсудим поехали привет друзья наконец-то киви 2020 года на канале технозон с вот таким вот шикарнейшим пультом действительно шикарным пультом и вот что у нас получилось дело в том что у меня когда-то был обзор на телевизор киви и я очень нелестно о нем отзывался и действительно было за что если вы посмотрите этот обзор вы поймете что там было очень много проблем виде каких-то мягких рамок виде каких-то других вариантов тормозов и каких-то очень много больших недостатков было пришел 2020 год я когда увидел что будет презентация очень сразу встрепенулся думаю киви попал все мы сейчас им займемся и вы действительно занялись мы купили мы дело что обсуждали в прямом эфире презентацию киви там было очень многое сказано и мы купили прямо во время презентации в онлайн-магазине телевизор мы его забрали мы его тестировали неделю мы его калибровали и нам было интересно насколько же киви вообще пересмотрела свою политику в отношении выпуска телевизоров и насколько вообще поменялась концепция выпуска этих самых телевизоров у киви но давайте так я сначала расскажу свои впечатления потом пройдемся по характеристикам потом парктились по характеристикам всей линейки и я вам скажу плюсы минусы и мы уже с вами перейдем к обзору самого телевизора его возможности но из плюсов могу сказать что android tv 9 чистом виде мне зашел мне зашел он нравится из плюсов могу отметить 10 битную матрицу здесь чисто 10 битная матрица хотя я честно вам скажу я не гарантирую что она будет 10 битной всегда по яркости дело в том что яркость у всей линейки допустим вот этой вот 710 до киби у нее она варьируется от зависимости от диагонали если говорить про всю линейку 4к телевизоров то в 40 дюймовым будет 320 кандел и в принципе это мало для отображения hdr вот этом вот телевизоре который 43 дюйма будет 380 кандел 50 дюймовым это уже 450 кандел 60 дюймовым 500 кандел и так далее то есть здесь яркость напрямую зависит от размера самого экрана телевизора в принципе в принципе картинка неплоха яркости для натурального hdr казалось бы мало но мой совет брать тестовые файлы идти идти в магазин и тестировать смотреть как будет воспринимать ваш глаз в данной диагонали в 43 дюйма как и в 55 дюймовом стоит и ds ips матрица 60 герцовая в 40 дюймовый будет стоять с пивей а в 50 60 дюймовых телевизорах будет стоять и увиту и матрица герца и в принципе казалось бы он нормальный но эта платформа мт при этом не самая производительная поэтому проиграть здесь мега супер гига торренты крайне говорят тяжеловато поэтому мы советуем эту панель использовать с внешним смарт вы боксом но справедливости ради на 17 гигабайт торрент мы проиграли прямо во время тестирования этого телевизора и в частности мы это делали через торсерв вместе с программой ну в принципе обзор этих приложений есть у нас на канале телевизор оснащены полутора гигабайтами оперативной памяти и 8 гигабайтами хранилища из которых доступно порядка 4 3 гигабайта и всего этого набора хватит для проигрывания отлично стриминговых сервисов в принципе телевидение стриминговые сервисы youtube он будет проигрывать идеально во первых здесь есть white wine l1 сертификация и здесь есть сертификация netflix здесь работает netflix отлично me go go и в полном наборе своего контента и вся эта аппаратная начинка достаточно для проигрывания абсолютно всех стриминговых сервисов типа netflix а me go go и ведь они здесь работают отлично ведь здесь есть сертификация netflix вы сможете просматривать нетфликс в hdr с 5.1 звуком и плюс кстати здесь есть dolby digital и dolby digital плюс лицензия в принципе это было необходимое условие для самого netflix а кроме стриминговых сервисов вы сможете просматривать эфирное телевидение dvb c ни о каких спутниковых модулях здесь речь идти не может я вам скажу еще одну такую вещь дело в том что я когда обозревал эту 43 панель куда 43 телевизор для меня вот он очень сильно напомнил xiaomi mi tv 4s но безозрения совести скажу что он лучше чем mi tv 4s вот как бы вы сейчас не говорили что обзоры плачен проплачен что я там взял какие-то деньги я во первых ничего не брал во вторых я советую идти действительно в магазин и смотреть самому то есть здесь действительно нормально построена работа с контентом в плане того что с внешних устройств например мы подключали сюда югуса м6 плюс мы получали 24 герца то есть здесь есть поддержка в 24 герца 4k 60 fps плюс он воспринимает нормально hdr с внешнего устройства а это знаете что мы можем сюда подключать например sony playstation и играть что было через костыли в xiaomi mi tv 4s кстати плюс здесь есть игровой режим который позволяет убрать вот эти все постобработку и позволяет без input лага получать изображение на вашем телевизоре что очень важно для игроманов плюс здесь есть режим movie вернее знаете как он называется режим пленки это для правильной отработки 24 герцового контента и вот кстати кадр из теста вы который вы увидите дальше он проходит joder тест хотя мне честно говоря не хватает плавности при использовании этого самого режима сглаживания m и mc вот как то вот чисто для меня опять же советую смотреть на свой глаз и покупать абсолютно взвешенный телевизор то есть уже вы покупаете не на один год если говорить о подходе самого киви к данному телевизору ну вернее к выпуску новой линейки то они намного улучшили качество я сейчас буду распаковывать я вы посмотрите на распаковке я осматривал рамки но вот есть минусы которых я сейчас вам расскажу звук заявленный мега супер звук мне не понравился мы специально собрали под тест этого телевизора ролик в 4k hdr для ютюба и там очень тяжелый трек для проверки звука он репит на этом звуке он серьезно говорю он конкретно когда включаешь на все он будет репеть поэтому мы однозначно рекомендуем покупать к этому телевизору звуковые панели ну либо уже саму акустику при том что телевизор поддерживает rc при этом он поддерживает hdmi битстрим то есть вы можете выводить нормально звук через допустим через spdif либо через hdmi на ваш внешний ресивер из минусов я также считаю 3 usb порта почему минуса потому что это 20 usb порты но при этом через которой я с внешнего жесткого диска смог нормально смотреть тяжелые фильмы которые закачал сам на этот самый жесткий диск частности на 70 гигов гемини у меня пошел без каких-либо проблем и ограничений по цветопередаче и контрасту цветопередаче мне действительно понравилось по контрасту 40 дюймовой модели это 10000 к одному частности у этой модели 5600 к одному у пятидесятки 7800 к одному 50 пятки 5700 к одному вот вот показатели контрастности для этой линейки телевизоров по углам обзора я вам скажу ну здесь не 178 градусов это однозначно мы вот тестировали углы обзора где-то на 160 на 165 градусах у нас начинались некоторые искажения вот по крайне по крайней мере на мой глаз в синем вот на мой взгляд в синем спектре хотя опять же вы в теле вы находясь в магазине посмотрев под разными углами телевизоры сможете оценить правильно отобрать правильное отображение цветов при использовании каких-то тестовых картинок с разных углов хотя в принципе ну достаточно широкие углы я не скажу что это самые лучшие углы обзора которые я видел а вот с черным с истинно черным на полностью отключенном изображении на черном экране я вам покажу картинку есть некоторые засветы но при этом при нахождении ярких объектов с черным фоном черный отображается достаточно неплохо и у нас достаточно неплохая естественная цветопередача мы калибровали данный телевизор служите но обсуждать мы можем его долго уже хочется распаковать ссылки на этот телевизор вообще на всю линейку лежат в описании под видео советую выбирать именно знаете как самому то есть приходить в магазин смотреть конечно же хочется еще перед тем как перейти к распаковке сказать что пульт здесь это просто произведение искусства действительно киви сделала нормальный пульт вы представляете себе я произношу киви сделала нормальный пульт это звучит конечно как анекдот но это правда пульт действительно зачетный мне нравится из пред резюме система слабовата для проигрывания очень тяжелых торрентов хотя с основными задачами телевизора он справляется прекрасно улучшили материалы достаточно неплохое качество изображения хорошая 10-битная матрица но без недостатков в общем самого телевизора которых я расскажу в самом обзоре но а сейчас подписываемся на канал нажимаем колокольчик чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры а также обзоры гаджетов девайсов программ smart tv боксов и и принимайте участие в разыгрыше ценных призов подарков ссылки на условия очередного розыгрыша лежат тоже в описании под видео но сейчас мы переходим распаковываем и дальше тестируем поехали ну что вскрываем коробочку ножки киви ножки металлические с направляющей еще одна киви ножка уже металл и давай 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 дадам есть у нас защита для экрана есть у нас вот такой вот комплект с пультом пульт меня интересует больше всего давайте достанем пульт есть батарейки в комплекте и есть вот такой переходник 35 на rc видео переходничок откладываем пульт вот пульт прям очень-очень интересует смотрите матовый пластик есть у нас кнопка netflix есть youtube быстрого доступа кнопка input кнопка включения выключения питания субтитры есть у нас мультимедийные кнопки сути пульт вообще очень-очень крутой классный пульт хорошие материалы исполнения навигационное кольцо гайд текст и настройки кнопка назад домик submenu volume up volume down вот эти вот все кнопки прорезиненные они резиновые кнопками кнопки навигации пластиковые есть цифровая панель кнопка голосового поиска и внизу цветные кнопки управления конечно хочется пошутить это подойдет нам для супер мега плеера которых обозревали на канале которому нужно обязательно цветные кнопки осужден переходим к самому телевизору так я такой уже видел на телевизорах xiaomi все и вы просто-напросто пакетом достаете телевизор то есть достаточно пакета для того чтобы его достать в случае 43 диагональю я это сделал сам он достаточно легкий где-то у нас в комплекте должен быть еще шестигранник с винтами конечно уже шутками покрывается этот шестигранник то есть насколько это большое превосходство но винты тут кастомные демонтируется все очень элементарно теперь мне просто остается его установить так что у нас по самому телевизору у нас экран покрыт пленкой нас полностью экран покрыт монтажной пленкой при весь экран это кстати я вижу такой первый раз серьезно чтобы покрывали полностью экран пленкой такого в моей практике еще не было жить и вообще круто действительно очень-очень круто все упаковано то есть вы покупаете телевизор если он не витринный то его сразу видно на витринном не будет защитной пленки мой совет сразу же брать не витринные образцы однозначно все отколупали всю пленку сужите в край тяжело это было сделать смотрите рамки вот я сравниваю с киви предыдущей модели рамки тонкие они жестче чем те что были здесь у меня таких проблем как на старой модели не наблюдается с жесткостью рамок здесь нет такой вот недостаточной жесткости нормально слушать неплохо это пластиковая рамка давайте посмотрим сзади сзади я вижу юсб-2 hdmi слот для писем сей карт есть 35 разъем также у нас здесь снизу есть не знаю насколько вам хорошо будет видно давайте мы наверное подсветим будет будет лучше видно есть у нас dvbc разъем здесь у нас есть 35 какой-то слушательно здесь у нас винт есть еще 3 hdmi есть spdiv оптический выход вот он немножечко неудобно и lan кабель то есть для подключения lan кабеля самый крайне это у нас подключение разъема питания не очень удобное решение скажу и вам по разъему обычно разъем делают дальше где-то здесь слушайте крышка сама по себе пластик текстурированный ну я низко вверх может быть и металл то что вот это вот пластик то что вот это пластик это факт а вот это возможно да это металл это металлическая часть слушайте неплохо расстраивает то что юсб 20 вот это вот расстраивает конечно при том что здесь еще два юсб есть вот они спрятались то есть у нас 3 юсб по факту ну мы в принципе потестируем эти юсб штуки но мне пока что нравится нравится именно качество сборки слушать она не скрипит ну что ж будем включать я конечно может быть сейчас излишне придирчив но мне примут прям вот хочется поскорее включить они скрипит скрипа нет хорошая сборка на самом деле хорошая сборка ладно поехали включать и тестировать и так интерфейс киви это классический android tv то есть с обыкновенными плитками каналами и все намного отличается того что было раньше то есть полная интеграция в google получается поехали сначала мы рассмотрим интерфейс у нас есть панель уведомлений android tv есть у нас выбор входа в каналы у нас сейчас подключен югус м6 плюс через hdmi 1 есть вот каналы если мы выберем то мы вывалимся в проигрывание обыкновенных каналов и тут вы можете назначить приложение по умолчанию если вы используете например айпи тиви то вы можете настроить live channels либо выбрать приложение эфирного телевидения сейчас выберу всегда именно на телевидении ну каналы работают действительно хорошо работают почему хорошо потому что да действительно тут есть апске или иных они не такие мыльные как допустим 576 пи я бы вам советовал конечно найти в магазин это будет сегодня у нас такой девиз сегодняшний обзор осмотреть в магазине как это все показывает что на на слово здесь верить достаточно тяжело каналы переключаются и они действительно работают хорошо но меня эфирное телевидение вообще как бы не очень-то волнует поехали дальше рассматривать на входах если мы нажмем допустим на какой-нибудь hdmi то мы вот вывалимся на наш югус м6 плюс у нас сейчас там включена приставка она вот у нас зажглась загорелась мы тоже будем на ней кое-что тестировать выход из режима hdmi осуществляется по кнопке домой есть у нас раздел вай-фай где в индикация вы подключение вай-фай и сами по себе настройки в настройках сеть поддерживает 5 гигагерц есть стандартные настройки плюс у нас есть вейк онлан то есть у нас выход из спящего режима по локальной сети есть вейк over wln это вывод из спящего режима по беспроводной сети кстати хорошая опция не на каждом телике такое встретишь и не на каждом тв-боксе мы подключены сейчас 5 гигагерцовой сети сяоми на роутер x2600 есть у нас здесь канал это приложение канал и здесь есть просто напросто его информационная составляющая этого канала есть раздел приложение нас больше интересует настройки устройства если зайдем в обустройстве такими 4k android tv модель киви 4k android tv версия 9 прописан netflix то есть у нас есть сертификация netflix дата время есть таймер то есть сделали таймер мы можем в принципе выставлять таймер то есть авто выключение мы можем включить и выставлять время авто включения во сколько он будет автоматически включаться очень годится как будильник и авто выключение мы можем периодичность авто выключения тоже задать либо единоразово и время авто выключения либо периодичность включения то есть каждый день будут выключаться определенное время но мне допустим в таймере не хватает чтобы выключалась по минутам дальше вам разбираться возможно где-то есть можно выбрать язык управление клавиатурами те же самые входы здесь у нас управлять hdmi устройствами это фактически цик consumer electronic control протокол который позволяет нам управлять пультом и кстати я на югус м6 плюс управляю пультом от киви плюс автоматически отключать устройство отключение hdmi устройств вместе с телевизором автоматически включать телевизор то есть он будет включаться вместе с hdmi и список устройств шиной цик вот мы сейчас видим югус м6 плюс под подключен выходим питание у нас есть авто выключение а вот она кстати видите в авто выключение сделали выключение через определенное количество минут то есть она есть вот мы можем выключить включить режим без изображения то есть например есть у нас музыка мы с вами включили без изображения и все у нас не будет допустим изображение на телевизоре музыка будет играть таймер отключения опять же так это авто выключение да здесь таймер отключения и авто выключение при потере сигнала через 15 минут например если вы смотрите эфир на телевидении пропал сигнал и он выключится через 15 минут или сколько вы зададите управление изображением режим изображения у нас можно выбрать различные режимы стандартные насыщенные спорт фильм игра и режим изображения энергосбережения кстати режим игра это вот режим который позволяет нам скажем так подключать сюда консоли и в чем соль этого режима в данном режиме выключается большинство технологичной обработки перенаправляет входящий сигнал с целью минимизировать задержки то есть фактически здесь не будет пост обработки сигналом будет выводить сразу же на экран с минимальной скажем так задержкой но это для игровых консолей то есть минимальный input lag можно обеспечить именно в режиме игра мы сейчас оставим пользовательские настройки будем рассматривать есть регулировка подсветки яркость контрастность насыщенность есть регулировка тона и резкость также мы можем здесь с вами регулировать гамму скажем так можем выбрать темную но вы это сейчас не увидите сейчас у нас отображается интерфейс это видно при отображении контента есть возможность регулировать цветовую температуру по цветам то есть у нас сейчас проведена некоторая калибровка телевизора мы калибровали расширенные настройки видео здесь у нас тоже некоторые моменты сейчас давайте поехали пройдемся есть возможность регулировки dnr то есть вы можно выключать можно можно отключать шумоподавление либо выбирать различные уровни адаптивное изображение управлять локальной контрастностью режим пленки вот вот это интересно режим пленки либо авто либо выключен это позволяет отрабатывать и за правильно изображение 24 кадровая то есть фактически это такой себе вариант какого-то такого подобия авто фреймрейта на 60 герцовой матрицы то есть такой в 624 как они там называются 24 вверх 60 вот так вот есть у нас blue stretch blue stretch это больше на внешний источник сигнала то есть для hdmi больше подходит это режим который позволяет локально контролировать яркость панели то есть основная цель это выравнивание изображения по яркости с целью равномерной насыщенности изображения то есть но только вот для hdmi его советуем включать тот же самый режим игры это вот как здесь мития режим пленки отключается режим игры это с минимальными задержками то есть он не будет обрабатываться уплавнялками отключаем это для консолей и режим пока фактически ну для тех кто в теме включение данного режима позволяет использовать телевизор как монитор и переводит его в режим full scan также у нас есть диапазон hdmi rgb при мануальном режиме регулировки то есть вы там можете выбрать еще и диапазон hdmi rgb настройки цвета нас можно регулировать тон красный зеленый синий голубой пурпурный желтый телесный тон то есть здесь можно провести тонкую калибровку есть у нас насыщенность яркость различных есть у нас сдвиги и усиление но в данном режиме у нас сейчас не калибровано мы потом выключим его просто напросто и также можете сбросить все параметры по умолчанию в разделе звук у нас есть стиль звучания стандартные настройки есть может быть живой звук фильм давайте мы фильм выберем можно баланс левой и правой колонки системные настройки объемного звука есть эквалайзер у нас здесь немножечко поднастроена есть 120 герц 500 герц 1500 5000 и 10000 герц динамики можем включать колонки телевизора либо внешнюю аудиосистему цифровой выход пропуск что такой пропуск это hdmi bitstream когда он будет просто напросто или ну либо на spdif он будет выводить необработанный звук и ваш ресивер либо звуковая панель будет обрабатывать звук сама то есть это для допустим для звука dts с внешнего источника очень даже неплохо плюс здесь здесь есть лицензия dolby digital плюс и dolby digital мы сейчас поставим авто пускай работает задержка spdif это позволяет убрать рассинхрон звука кстати очень очень широкие настройки серьезно автоматическое управление громкостью сразу не будем делать понижающее микширование стерео либо объемный звук можно выбрать и тоже сбросить настройки по умолчанию есть демонстрационный режим chromecast есть у нас chromecast сейчас попробуем здесь даже есть настройки уведомлений для chromecast сейчас попробуем включить chromecast подключение киви включила youtube и вот я сейчас транслирую у нас chromecast это мой обзор буквально сегодня выпустил на прошивку одного такого достаточно интересного смарт-тв-бокса chromecast работает это отлично останавливаем chromecast отключаем трансляцию он должен выйти обратно в меню вот пользователь технозон отключил устройство так с chromecast нам отлично я включил меню для разработчиков там честно говоря ничего интересного для нас нет такое пытался найти что-нибудь интересное но тут все достаточно стандартно хорошо выключаем мы меню с меню у нас все отлично проверим что нам покажет аида 64 киви андроид тиви плата mtc msd 6886 и у чтобы вы понимали аппаратурой платформа это мтк процессор здесь стоит мтк процессор как мы видим полтора гига азу и всего во внутреннем хранилище ну здесь я так понимаю что 8 гигов потому что доступных во внутреннем хранилище 4300 по крайней мере в этой модели подключен еще моим жесткий диск есть еще и bluetooth центральный процессор это нас четырех ядерный cortex a55 до 1 и 4 гига герца за отображение отвечает мали 470 mp сверху смотрим 1920 1080 это не разрешение телевизора это разрешение интерфейса многие путают сеть у нас имеет connection speed 585 мегабит секунду попробуем дальше температуры доступа нет у нас к температуре поэтому оценить температуру телевизора мы не сможем и по кодекам меня интересуют аппаратные декодеры так орбис сужили но у нас есть достаточно широкий набор декодеров я так понимаю что у них есть и лицензия на dolby digital но vp9 понятное дело декодер он должен его проигрывать youtube в hdr мы это обязательно проверим 265 декодер слушайте стандартный набор но при этом еще из dolby digital походу проверим сейчас с вами скорость сети через аналитий потом проверим аналитий показывает 167 вниз 26 вверх но это аналитий он такой себе тест нехти какой интересный поэтому сразу будем проводить тест на спид-тесте давайте на внутренние сервера нашего провайдера тестируемся и это у нас 180 мегабит 190 в принципе для телевизора если рассматривать его как смарт тв для стриминга этого нужно эти овер достаточно это такой чересчур даже достаточно на дачу 130 даже 140 наверное мегабит даже 150 это новости для нас давайте в 2 и 4 попробуем стартуем 24 гигагерца и подождите это и ммм роутер неужели здесь 2 и 4 такой же как 5 гигагерц не чуть хуже 144 но сразу говорю это сяоми и x3600 он у вас может реально показать немного другие результаты то есть это и ммм роутер выйдем сейчас проверим действительно ли он подключен к 2 и 4 у прям уж интересно до 24 то есть у нас 5 гигагерцовый помечен отдельно мы подключили сетевой кабель laner g45 вот по этому значку мы видим что у нас заработала сеть я сейчас оперирую мышью g20s в принципе работает вместе с телевизором стартуем я думаю что здесь стабильная сотка 94 на 94 как обычно ну и как я говорил 94 вот на загрузку и на выгрузку наверное тоже будет 94 94 на загрузку и 71 на выгрузку советую использовать здесь 5 гигагерцовый вайфай то есть он показывает здесь лучше всего результаты переходим к тестовым картинкам тестовым файлам дело что в киви есть у нее свой плеер ммп называется и вот мы через него сейчас будем все тестировать подключен жесткий диск сейчас кстати плеер чуть ничего выглядит отлично значит так тестовые картинки по оверскану тут в принципе все нормально ничего никуда у нас не залазит не вылазит поехали дальше по яркости я вот в после калибровки у нас телевизор откалиброван я вижу и 4 и 24 и между ними градации все отлично просматриваются по контрасту не знаю как передаст камера но у меня как бы вот вопросов меньше всего мы можем в процессе просмотра менять с вами допустим от контрастность мы можем с вами менять контраст о вот кстати контраст стандартных настройках в контрасте мы видим абсолютно все градации 251 231 цвета у девушек реалистичные абсолютно вы знаете вот белый цвет который сейчас залит не знаю вот возможно камера как-то может передать возможно нет но заливка абсолютно равномерная но опять же призовут людей проверять телевизор в магазине взять тестовые файлы и смотреть самим так по цветопередаче вы знаете практически во всех цветах у нас равномерная заливка каких-то вот локальных зон затемнение нет мы еще это кстати уже пошли у нас градации каких-то зон затемнения нет отдельных я вам сейчас покажу еще тест на локальные зоны затемнения там очень хорошо все видно очень неплохая цветопередача у телевизора слушайте ну действительно поработали 10-битная матрица дает о себе знать а вот кстати черный цвет вот это полный черный цвет абсолютно черный ну я вам скажу так сказать что он абсолютно черный но трудно сказать конечно до абсолютного черного ему далеко но учитывая допустим стоимость этого телевизора я могу в принципе ему это простить смотрите на данном паттерне мы видим абсолютно все градации яркости цветах до цветовые все градации у нас нет смешивания вот я сейчас вам покажу у нас нет смешивания в центре то есть у нас есть разделимые градации тоже тоже камера может не до конца передавать у нас есть хорошо просматриваемые яркостные контрастные квадраты и все градации серого мы видим то есть телевизор сейчас отображает максимально правильно цвета как в принципе из градациями серого вот давайте посмотрим у нас тоже мы видим все контрастные квадраты и тоже в яркостных мы тоже видим абсолютно все отлично показывает то есть у нас с этим проблем здесь не возникает яркостно контрастный анализ мы также видим нормально все квадраты это черно-белый яркостно контрастный анализ сейчас мы посмотрим на него в красном зеленом и синим цветах вот в синем тоже мы видим абсолютно все квадраты от яркого до самых темных тонов вот они пожалуйста все наблюдаются и в красном то же самое в край реалистичное хорошо передаваемые цвета вот серьезно говорю очень различимы но так как это 4k панель хорошо различим допустим сосуды глаз мы можем их рассматривать радужка глаза то есть отлично но и rgb 0 мы на примере картинку сфотографируем заливку черного посмотрим как у нас будет отображаться черный на картинке сейчас вы знаете если на чисто черном вот вы видите если на чисто черном экране мы видим какие-то варианты подсветки до засвета то здесь у нас как бы абсолютно нормальный черный цвет по джодер тесту тесту на джодер мы ставим задержку на камере вот то что я вам показываю для меня явно плавность проигрывания является недостаточной но это нужно оценивать конкретно в фильмах давайте запустим с вами сразу же раз уж мы здесь тестовые ролики я имею ввиду сможем ли мы проигрывать с внешнего жесткого диска например фильм gemini man это 4k 60 fps фильм на 68 гигабайт с внешнего создать диска через usb 2.0 то что я считаю как бы недостатком но при этом хватает скорости для проигрывания достаточно тяжелого фильма посмотрим пускай чуть проиграется мы посмотрим как это все дело выглядит а вот здесь мне плавности более чем достаточно 60 fps ный фильм проигрывается просто шикарно на самом деле то есть мы можем смотреть сколько угодно времени вот поезд пошел абсолютно плавно кстати фильм то в hdr идет здесь то есть hdr давайте с вами немножко другой фильм попробуем это он проигрывал mp4 в hdr насколько он сможет проиграть например мкв фильм у меня есть джокер в мкв тоже на 40 чем-то гигов суждено проигрывает проигрывает и в крайне плохо проигрывает мне нравится по крайней мере мне нравится с внешнего жесткого диска я смогу проигрывать 4k фильмы который закачал на них сам хорошо с этим понятно по тестовым роликом у меня тоже как бы вопросов никаких нет давайте с вами запустим например те же самые sony whale и это все воспроизводится шикарно в принципе тестовые ролики создавались для того чтобы кстати мы видим значок dolby audio срабатывает у нас он распознает долги digital звук и воспроизводит в dolby audio дорожку а вот кстати давайте здесь сразу звук проверим вот насчет звука мне интересно насколько заявлялись вот вы знаете я сейчас включу нечто другое попробую дело в том что как расписывали на презентации звук играли что здесь супер звук я вам честно скажу здесь более басистый звук сейчас послушаем делаю на максимальную знаете чего мне не хватает мне не хватает здесь в принципе звук достаточно чистый немного захлебывает на высоких низких очень мало то есть басов практически нет таких вот серьезных басов поэтому я бы рекомендовал конечно сюда однозначно докупать звуковую панель какой-нибудь типа саундбара но это присущая эта проблема присуща всем телевизором я вам скажу у меня допустим есть телевизор lg за 2000 долларов там стоит еще два сабвуфера кроме двух колонок там стоит еще два сабвуфера там звук намного лучше но здесь мы имеем телевизор допустим за 300 долларов ну в районе 300 долларов и здесь я вам скажу звук достаточно чистый но то что говорили на презентации что здесь супер звук я не подтверждаю говорю правду как есть то есть дать до супер идеального чистого звука здесь очень далеко давайте запустим еще lg нью-йорк слушайте мне так нравится картинка несмотря на то что для супер hdr допустим здесь недостаточная яркость 380 кандел очень хороший hdr начинается 400 кандел но для этого есть панели большего размера а здесь как бы действительно картинка хороша попросите в магазине вам включат тестовые картинки обалдеете знаете что еще хотел сделать вот тест на локальное затемнение не знаю насколько вы увидите что у нас передается в черном квадрате допустим у меня на lg есть четкие перемегивания черного цвета здесь как бы достаточно равномерная заливка освещения то есть нормально в принципе нормально то что сам черный не черный такой знаете такой чуть сероватый и то есть но то что здесь нет проблем с локальным затемлением можно выключать хорошо будем считать что телевизор прошел этот тест я думаю что мы можем уже переходить к оценке мультимедийных возможностей и хочу начать с youtube hdr почему потому что это моя любимая тема так как мы снимаем на нашем втором канале ролики с hdr мы специально сегодня закончили тестовый ролик для этого телевизора то есть в том плане что у нас есть мы снимали раньше допустим озеро розовое в hdr там какую-то осень в hdr все отлично но мы вчера снимали крутой ролик и мне интересно как он отображается в hdr потому что я знаю как он должен выглядеть это 4к 60 fps в hdr и здесь я специально еще сейчас мы включим диагностическое окно и здесь я специально сделал басистый звук так перезапустим его давайте поехали что мы видим в диагностике у нас могут появиться стартовые дропы это не страшно 18 стартовых дропов это не страшно звук захлебывает на барабане там такой бейс драм достаточно серьезный он сейчас очень плоский звук плоский но воспроизводит этот ролик неплохо неплохо давайте смотреть на дропы как мы видим это sm5 2084 набить и 2020 то есть он воспроизводит youtube в hdr мы специально здесь сделали естественную цветопередачу и не заваливали цвета такой в мега насыщенные то есть мы специально делали в hdr естественную цветопередачу в принципе в принципе я вам скажу воспроизводит он неплохо звук мне не нравится вот я же сделаю громче и у нас репит колонки ребят я вам скажу это достаточно тяжелая мелодия для телевизоров в том плане что штатные системы не всегда такие мелодии нормально воспринимаясь такими ударными то есть у меня на дома на телевизоре подороже это воспроизводится лучше но я вам скажу достаточно достойно здесь проигрывается hdr ролик в 4к 60 fps кстати мы кодировали ролик 85 мпп специально для ютюба который он потом понижал сам уже ну и вот то же самое озеро в hdr это кстати без цветокора но действительно такого цвета достойно достойно не самая лучшая цветопередача которую видел но это имеет место быть это вот я вам скажу это такой себе конкуренция уми ми тв но только сяоми ми тв проигрывает тем что у него нет работы с двадцатью четырьмя кадрами давайте переходим к IPTV IPTV мы будем тестировать на омега тв так как я в украине будем тестировать на омега тв и мне конкретно интересно как здесь будут выглядеть hd каналы те кто хочет получить омега тв давайте на discovery science те кто хочет получить омега тв бесплатно промокод технозон ссылка на омега тв в описании под видео заходим получаем бесплатно месяц абсолютно вернее промокод на 100 гривен для использования омега тв сами себе выберите пакет какой вам нравится шикарная штука слушайте где каналы смотрятся неплохо IPTV он воспроизводит отлично действительно неплохо мне нравится так выходим из приложения омега тв нас порадовала здесь то есть он совместим с android tv 9 следующее чтобы я хотел вам показать это из мультимедиа давайте пройдемся по звуковым возможно сегодня по голосовым так как заявляли что здесь голосовой ассистент я вам скажу здесь не полная голосовой ассистент на полный голосовой ассистент от google не работает в русском сегменте он работает полностью на английском языке это где вы можете с ним болтать как человеком здесь он работает в таком формате например покажи походу на завтра в запорожье вот в таком варианте мы видим давайте включим погромче голос почему потому что он будет еще произносить это все погода киев на завтра вот вот так вот это все выглядит ну либо вы можете сделать вот таким вот образом открой youtube и он включит вам youtube ну и конечно же через голосовой поиск вы можете искать фильмы мы используем фильм самый лучший фильм как пример по что он есть во всех источниках нажимаем самый лучший фильм вот нашло у нас его в youtube мы можем опуститься ниже и он будет найден во всех сопутствующих приложениях которые установлены поддерживают google tv поиск частности mego go у нас установлены нам и smart youtube youtube next бета но других мы не устанавливаем для тестов нам более чем достаточно у нас здесь есть лицензия netflix лицензия netflix у нас покрывает hdr вообще для того чтобы понять какие стриминговые сервисы у нас будут работать нам достаточно заглянуть с вами в диарем инфо диарем инфо эта программа которая показывает сертификацию данного телека видим бренд киви как мы видим у нас поддерживается hdr-типы hdr-10 и hlg android tv девайс россии нси clear key у нас поддерживается google white wine l1 у нас есть то есть у нас есть сертификация которая позволяет и microsoft play ready dm поддерживается которая позволяет беспрепятственно работать с сервисом стриминги на стриминговым типа mego go и vi и netflix которые покажут весь перечень контента в частности начнем с mego go в mego go у нас есть поддержка 4к вот мы переходим 4к фильмы внизу вот смотрим есть 4к но нет поддержки hdr это вопрос самого mego go наверное поправят в будущих каких-то версиях потому что в некоторых приставках у меня тоже точно так же сначала не было 4к hdr потом появился 4к потом появился hdr запустили сделаем тише запустили с вами фильм вернее мультфильм он само собой со стримингового сервиса mego go работает и вот в принципе производительности данного телевизора будет хватать для воспроизведения стриминга mego go для воспроизведения с фильмов с mego go либо если вы фанат netflix то давайте проверим с вами netflix как мы видим включился netflix есть у нас поддержка и hdr и 51 звука вот есть у нас star star trek discovery давайте запустим фильм и наш netflix пошел в hdr с 51 звуком отлично netflix тоже у нас работает но мы здесь с вами можем попробовать еще проиграть например торренты мы установили ну в принципе приложение по ну и по кино тренду и по торсерву как смотреть торренты онлайн у нас есть на канале в описании под видео тоже можете заходить смотреть как это использовать давайте выберем с вами в ну какой-нибудь фильм выберем что-нибудь например из киностудии marvel давайте доктор стрэндж выберем торренты насколько данный телевизор может отработать и на какие тяжелый торрент он способен воспроизвести давайте 20 гигабайтный торрент попробуем проиграть на данном телевизоре пошло соединение store сервером набор пиров пиров маловато сразу говорю как-то не наберет не наберет пошел набор скорости 2.8 33 мегабайт секунду 44 я думаю этого будет достаточно и пробуем проигрываем мы через виму медиаплеер поехали поехали доктор стрэндж пошел это 20 гигабайтный торрент в принципе то это проигрывается пускай немного поиграет посмотрим насколько он сможет его переварить платформа немного слаба для тяжелых торрентов поэтому советуем его и с использовать именно с более производительными тв-боксами в паре это будет вообще идеально давайте попробуем мстители финал 17 с половиной гигабайт но я как бы показываю как есть слабовато эта платформа для проигрывания тяжелых торрентов то есть это не sony но и цена такая же не не такая как у sony в принципе если мы рассуждаем на эту тему вот мы включили мстители финал 17 гиговый торрент ну пусть проигрывает пускай проигрывает я думаю что в принципе знаете как вообще можно сделать можно поставить тв-бокс с внешним сервером и здесь это будет воспроизводить нормально то есть видим достаточно хорошее воспроизведение фильма в 4k с торрентов онлайн без применения внешнего тв-бокса сейчас попробуем еще внешний тв-бокс конечно же в принципе мне нравится мне нравится не тяжелые торренты посмотреть мы сможем давайте выходим все работает что еще можно было бы на данном телевизоре тестировать игры мы тестировать не будем на телевизорах мы категорически не рекомендуем играть вообще это как бы ну не наш профиль на телевизорах играть это раз во вторых если посмотреть на тесты производительности игровые то они крайне малы то есть это вот вайсторм экстрим он набирает примерно столько же сколько не бокс с а вайсторман лимит и того меньше в полу там где-то в одну треть где-то три четвертый ход не бокс с поэтому вот как то так то есть играть на этом мы не рекомендуем возможно какие-то казуальные но теперь мы с вами будем тестировать на полные возможности данные панели как для тв-боксов и так включили yugus m6 управляется он по цик также свободно пультом от киви то есть спокойно я сейчас управляю этим пультом но мы отложим дело том что мы будем управлять это g20s первое что мы проверяем он если мы помним все мими тв-4s была проблема с разрешением 4к 60fps и 24 герца в некоторых телеках в данном случае панель у нас берет и 4к 60 герц и 4к 24 герца давайте 4к 60fps включим до работает у нас все и от 480p 60 герц то есть у нас есть полный набор всех разрешений так а давайте попробуем включить hdr на постоянку воспринимает ли он hdr до hdr 10 он получил мета данные от бокса отключим будем пробовать как он их переключает ну dolby vision а само собой здесь нет поэтому об этом разговаривать вообще нечего скажем так если мы включаем режим был бивежина то ничего не происходит она включим сейчас dolby vision принудительно и это будет у нас транслироваться как hdr 10 dolby vision контент будет транслироваться как hdr 10 контент хорошо с этим у нас отлично меня интересует цветопередача с внешнего источника насколько она отличается для этого мы используем тестовые ролики будем оценивать визуально тот же самый гейминемен сейчас запустим смотрим на инфо на инфо включилась hdr с внешнего источника поэтому с внешних тв боксов он будет воспринимать hdr контент выглядит неплохо ну то что yugus m6 плюс может спокойно переваривать тяжелые hdr фильмы это само собой ну нормально мне нравится вот серьезном говорю мне нравится отлично теперь мы попробуем с вами провести тест на джо дар из внешнего источников выставляем в камере задержку одну секунду у нас yugus m6 плюс включен в режим полного автофреймрейта он поддерживает все виды автофреймрейта сейчас у нас моргнула фотографируем и вы видите перед собой абсолютно серую скажем так картинку то есть у нас здесь он подхватил 24 герц и сужен но в принципе работает работает все частоты воспринимает и все разрешение с внешнего источника я уже сейчас готов переходить резюмировать данный телевизор слушайте а из выводов скажу вам так на киви действительно неплохо улучшили качество своих телевизоров они действительно провели шикарную огромную работу над ошибками эти телевизоры до сих пор не лишены каких-то недостатков но если бы я выбирал допустим между сяоми и тв 4s и киви в частности этим я бы выбрал киви вот вам я вам серьезно говорю можете не верить просто сходите в магазин и поклацайте новую линейку киви просто поклацайте возьмите с собой флешку стоят своими файлами возьмите с собой жесткий диск и вы посмотрите насколько это интересно работает в целом телевизор мне понравился за его цену за его цену при этом я вам скажу что в данной ценовой категории найти что-то допустим более-менее подходящий с 10-битной матрицей практически невозможно с чисто 10-битной матрицей но в целом если вам нравится то что мы делаем ставим пальцы вверх если нет пальца вниз обязательно подписываемся с вами был бабл и телевизоры киви 20 серии на канале технозон пока ребят